на этой неделе у нас недельная глава мишпатим мишпатим и вот законы в этой главе в недельном разделе 4 главы и 3 главы это просто как как кодекс кодекс небесного царства да в этой недельной главе 53 заповеди аж 53 заповеди и это заповеди о рабах об актах насилия о телесных повреждениях об измещении убытков о морали о правосудии о седьмом годе и седьмом дне о трех великих праздниках и в завершении обещания наставления обещания народа перед жертвенником и в завершении главы моисей поднимается на гору синаи начинается от глава с 21 главы книги исход и и вот законы которые ты объявишь им если купишь раба еврея пусть он работает тебе 6 лет а в седьмой год пусть выйдет на волю даром то есть 6 лет он работал этот человек попал в рабство обычно это происходило из-за долгов который человек например не мог выплатить и через шесть лет все шаббат свободен и теперь свободен и интересно что это это закон божий и если человек человек отказывался уходить от этого человека которого он был в рабстве то этому человеку прокалывали ухо и он оставался в рабстве оставался и он останется рабом его вечно написано но есть еще один интересный момент это юбилейный год если этот человек дожил до юбилейного года то даже в этом случае этот человек должен быть отпущен на волю такой божий закон что же что же произошло бы или что произошло если люди не послушались бога и решили не отпускать рабов пусть работают и на этот вопрос нам отвечает автора это книга и риме 34 глава с 10 стиха и послушались все князья и весь народ которые вступили в завет чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю чтобы не держать их впредь в рабах и послушались и отпустили но после того раздумавши стали брать назад рабов и рабынь которых отпустили на волю и принудили их быть рабами и рабынями конечно богу такое поведение очень не понравилось и произошли последствия и пророк тогда объявил народу и сказал так так говорит господь вы не послушались меня в том чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему зато вот я говорит господь объявляю вам свободу подвергнуться мечу моровой язве и голоду и отдам вас на озлобление во все царства земли вы так и произошло то есть это очень серьезное повеление и бог ожидает от своего народа послушание за непослушание могут быть очень серьезные неприятные последствия за послушание бог открывает свою славу бог благословляет и в завершении этой недельной главы мы увидим божью красоту я постараюсь ее описать как это описывает слово божье и далее идет идут законы после законов арабах идут законы об актах насилия и я думаю вам интересно будет этот момент это 21 глава книги исход 16 стих кто украдет человека и сынов израилевых и поработив его продаст его или найдется он в руках у него то должно предать его смерти человек человека хищник человек укравший кого-то для того чтобы сделать его рабом или для того чтобы получить за это выкуп этот человек должен быть предан смерти также это подтверждается в книге языку второзакония если найдут того кто украл кого-нибудь из братьев своих из сынов израильевых и поработил его и продал его то такого вора должна предать смерти и так истреби зло из среды себя вот божье повеление и есть есть в первом послании тимофея тоже место которое говорит о человеко-хищниках и слово человека хищники употребляется один раз в священном писании это первая глава 1 тимофею а мы знаем что закон добр если кто законно употребляет его зная что закон положен не для праведника но для беззаконных и непокоривых нечестивых и грешников развратных и оскверненных для оскорбителей отца и матери для человека убийц для блудников мужеложников человека хищников клеветников и скотоложников увидите на какое место ставят человека хищника между мужеложниками скотоложниками это мерзко и отвратительно и мы знаем что когда недавно началась война в израиле то людей похищали требуя что-то за это или выкуп или какие-то ставя условия для того чтобы добиться чего-то своего и до сих пор есть много заложников которые находятся у боевиков хамаса богу богу это противно бог ненавидит такие вещи и бог говорит что таких людей по закону моисея должны были убить просто убить и далее далее идут законы о телесных повреждениях это тоже 21 глава когда ссорятся двое и один человек ударе другого камнем или кулаком и тот не умрет но сляжет в постель то если он станет и будет выходить из дома с помощью палки ударивший его не будет повинен смерти только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его ну если человек так ударит человека что этот человек умрет то этот человек должен быть наказан и далее далее мы видим очень известное местописание глаз за глаз зуб за зуб руку за руку ногу за ногу и так далее так далее и и зная еврейские правила зная еврейские законы то есть сангедрин предписывал тому человеку который сделал калекой кого-либо да то ну сангедрин повелевал выплатить заботятся теперь о семье этого покалеченного человека не делать еще одного калеку в своему своем народе пусть это человек за свое преступление теперь он пусть он платит платит заботиться о семье пострадавшего и интересный момент есть только что я читал из первого послания к тимофею и там говорится о том что закон вообще-то он добр и для он не страшен для человека который не делает зла но мы знаем что люди которые приступают закон который нарушает закон закон божий или уголовный закон как правило эти люди очень дерзкие очень наглые и интересную есть история в вавилонском талмуде вавилонском талмуде который называется воровская претензия и вот такая вот история интересная описывается рассказывается от человеке который украл коня он подошел пришел тихо вывел коня ночь была безлунная сторож заснул он тихо вывел коня но потом этого человека поймали привели в суд начинает судить и логика это логика она открывает эту логику человека преступника то есть вообще как преступник как он думает интересно и он говорит а я не виноват это я жертва смотрите я пришел почему хозяин не научил коня относиться к чужим людям от них убегать хозяин виноват а почему сторож заснул сторож виноват я разве виноват и вообще вообще это бог позволил всему этому случится вообще ко мне какие претензии вы к богу претензии предъявлять это он позволил всему этому произойти что сделать с таким человеком говорит вавилонский талмуд этого человека нужно привязать лицом вниз к самейке и дать ему розык хорошенечко по всем известному месту для того чтобы он не морочил судьям голову и для того чтобы он не богохульствовал а потом уже судить и в книгах притчах есть такое выражение помним да для глупого палка да то есть глупого если он глупый то его придется наказать есть еще время время и для людей беззаконных для людей беззаконных вступает в действие закон вступают уголовные статьи и конечно же конечно же человек совершающие преступления рано или поздно он обязательно будет наказан и если даже если в этой жизни он не будет наказан и не раз к не раскается в преступлениях то он будет отвечать перед бог перед богом это сто процентов и в завершении в завершении я хочу это уже после всех законов которые описываются в этой главе говорится о том что моисей принес жертвы и народ согласился с этими законами все люди сказали да мы согласны это хорошие законы и люди которые уже не первый год нашей общине мы знаем такое выражение на войне шма мы все на дальнем переводе немножко по-другому эта фраза звучит нас и вы не шма что это значит сначала сделаем потом поймем то есть люди вышедшие из рабства им не просто было понять эти божьи законы но они по-детски просто доверились богу они понимали что эти законы они будут им благословением они будут их защищать и в награду в награду и причем они сказали это дважды народ сказал дважды что мы будем богу повиноваться они согласились дали слово повиноваться и в 24 главе мы видим очень красивое место того как бог приоткрыл для этих людей завесу в сверхъестественный духовный мир это 24 глава и взошел моисей аарон надав и авиуд 70 старейшин израилевых и видели место стояния бога израилева и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира есть возможность показать сапфир если такой возможности сейчас вот сапфир посмотрите как это красиво нечто подобное работе из чистого сапфира как самое небо ясное и он то есть бог не простер руки свои на избранных сынов израилевых они видели место бога ели и пили то есть бог оказал им милость и люди были в разном состоянии мы помним пророка исаю когда он попал в присутствие в особое присутствие божье когда он видел края рис в духовном мире то он испугался да он понял что сейчас он может погибнуть здесь пишется что бог не простер руки своей на избранных и сынов израилевых и тогда после этого после этого очень красивого вдохновляющего события моисей поднимается на гору синай и взошел моисей на гору и покрыла облако гору и слава господня осенила гору синай и покрыл покрывала ее облако шесть дней шесть дней а в седьмой день господь возвал к моисею из среды облака и далее уже моисей поднимается на гору и подобную историю мы события мы читаем в брит хадаша это когда ешуа поднялся на гору фавор со своими учениками и там тоже по прошествии шести дней да то есть моисей был в режиме ожидания шесть дней и я так понимаю он не праздно проводил время он молился он подготавливал себя к особенной встрече с богом и когда ученики ешуа они поднялись на гору и когда начали происходить сверхъестественные вещи то пишется что они испугались да то есть присутствие божья она повергает страх и трепет то есть человек он понимает кто перед ним и когда мы исполняем когда мы исполняем божьи заповеди то бог нам благоволит особенно бог открывает нам духовный мир бог особенно нас хранит и ешуа учитель наш он сказал такие слова если любите меня соблюдайте заповеди мы так тому и быть аминь